здравствуйте друзья моем саду много разных растений но сегодня я хочу рассказать о тех которым присматриваюсь уже не один год и думаю а нужны ли мне они это я сейчас приобретая растения взвешиваю все за и против прикидываю куда посажу как это будет выглядеть а раньше я называла свой сад садом сороки белобоки и несла в него все же на что глаз упал все что друзья предлагали если у меня этого конечно не было и на вопрос тебе надо я всегда отвечала да конечно надо впрочем у меня и подруги садоводы такие же за это муж моей подружки лена называл нас надо петровна и надо николаевна но сейчас мы обороты позбавили мы уже не такие надо думаем прежде чем кого-то в сад заселять и все чаще говорим очень красиво но мне это некуда сажать со времен надо в мой сад попало много случайных растений и я расскажу про те которые вызывают смешанные чувства земляника чилийская так ее назвала продавец на рынке земляника уставилась на меня своими золотыми глазами в ярко-розовых лепестках и я тут же ее купила так вот обильностью цветов земляника чилийская меня не балует цветы совсем единичные цветового пятнышка я от нее не получаю а листу земляники будь она трижды чилийская самый обычный российский как у садовой земляники в прошлом году встал вопрос о выселении ее в лесок но вероятно она услышала наши разговоры и разородилась небывалым цветением ну конечно там не было множество цветов но хотя бы цветы были не единичные и мое сердце тут же дрогнуло и я подумала что нужно продлить ей договор земельной аренды пусть растет мерикария лесохвостная на сегодняшний день она переехала на берег оврага там она не так роскошествует как в саду но жива-здорова мерикария прожила у меня без малого 10 лет 9 с хвостиком я от нее очень устала сохранять мерикарию в порядке это та еще история скажу я вам нужно суметь ее правильно выстричь подвязать если что не так она становится похоже на ведьму вылетевшую из трубы лохматая все ветки перепутаны стволики завалены в стороны в общем за что я ее любила за необычность за голубые листики хвоинки за розовые цветы хвостики над которыми всегда жужжат пчелы за то что уходила она иногда уходила она 8 золотым костром но это иногда было очень очень редко и за то что все спрашивали что это и я с гордостью отвечала это мерикария лесохвостная она далеко не всегда была хороша но то что выглядело необычно этого у нее не отнять но я устал ее стричь подвязывать удалять цветы хвостики которые от цвета и приобретают грязно-серый вид в общем мерикария переехала а у меня стало одной головной болью меньше вообще скажу я вам большое счастье когда вдоль дачи проходит овраг и зеленая зона можно какое-то неугодное растение отправить туда на пмж ведь просто выкинуть рука не поднимется энотера растения с желтыми цветами подвергаются моем саду притеснениям мало у меня желтых потому что на вкус и цвет желтый немножко мне не подходит желтые цветы навевают на меня грусть так и с энотерой она желтая и значит должна автоматически попасть в разряд нелюбимых но есть в энотере что-то такое что хотя и заставила меня сократить количество растений до одного но не дает до конца с ней распрощаться энотера очень милое растение ее лепестки трепетные как крылья бабочки и если удалять боковые розетки листьев она себя вполне прилично ведет и растет кустиком можно конечно вкопать ограничители но пока до этого дела не дошло так справляюсь раджерсия каштанолистная еще не было ни одного года а на минуточку растет раджерсия у меня восемь лет чтобы ее молодые листья и бутоны не подмерзли во время возвратных заморозков и это при том что я обычно успеваю ее укрыть но то заморозок неожиданный то слишком сильный что даже укрытие не спасает но факт остается фактом лист отрастает снова от цветения не было ни разу за все восемь лет до лист красивый но и цветы мне тоже нужны они у раджерсии очень интересные кстати раджерсия занимает довольно много места пока раджерсия поменяла центральный район сада на окраину совсем с ней расстаться наверное не решусь уж больно лист хорош ваточник сирийский подружка оля подарила мне его со словами посади где он не будет никаким растением мешать уж больно агрессивно разрастается а вот аромат ванили когда цветет непередаваемый аромат это то что мне надо но вот агрессивность посадила в угол за качелями типа будем отдыхать и наслаждаться ароматом ваточник обиделся и не цвел три года пришлось его достать из-за качели и пересадить в более пригодное для жизни место зацвел необычный очень необычный ванили особо не учуяли если только нос сунуть прямо в цветок теперь дрожу не пустил бы свои агрессивные корни в цветник кстати за качелями в углу тоже взошел то есть так просто от него и не избавиться посажу наверное его в ограничитель в этом году если сумею поймать вот такие неоднозначные растения есть у меня в саду или были если учитывать мерикарию впрочем овраг и лесов это тоже территория нашего внимания и заботы интересно есть в ваших садах такие растения которые вы периодически хотите выселить но рука не поднимается всем зрителям желаю теплых солнечных дней с вами был канал домик окнами в сад